Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Готово на 30%! Как движется строительство развязки на Зминогорском тракте? Они спасают тысячи людей от пожаров, а лес называют своим богатством. Как лесники отмечают свой профессиональный праздник? Три призера Олимпийских игр, 17 чемпионов и призеров мира. В Барнауле стартовала алтайская регата. Сегодня в Барнауле простились с Людмилой Рублевой. Она была единственной женщином-скульптором в Алтайском крае. Женщина родилась в Грозном, в Барнаул переехала в 1962 году и здесь состоялась как профессионал. Очень много ее работ хранятся в алтайских музеях. Памятники и мемориалы, созданные ей, находятся в разных уголках края. Так, памятник Николаю Ядринцеву стоит в Нагорном парке. Алтайский герой Великан Сартакпай на Горно-Алтайской улице в селе Мамонтово расположен мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Людмила Рублева не скупилась на творческие секреты и преподавала в Новоалтайском государственном художественном училище. Обучала рисунку, скульптуре и пластической анатомии. Она награждена медалью за доблестный труд и знаком Министерства культуры России за достижения в культуре. Но мы переходим к другой теме. Многоуровневая развязка на пересечении Ленточного бора, Змеиногорского и Южного трактов готова на 30%. Наша съемочная группа сегодня побывала на объекте, к которому сейчас приковано внимание даже федеральных чиновников. С каждым днем все ближе к развязке. Масштабные работы на пересечении Ленточного бора, Змеиногорского и Южного трактов начались летом этого года. На объекте работают 60 человек. Сегодня здесь уже постепенно появляются очертания многоуровневой развязки. Уже выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций. Газопровод, напорная канализация. Устроены буронабивные сваи с третьей по седьмую опору. Из 96 сваи 74 уже запетонированы. И это лишь часть работ. Стоимость будущей развязки 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Выполнение на сегодняшний день порядка 30% это общее. Ну, каждый день оно прирастает. И идет все в графике утвержденном. Минстроем России контролируется процесс производства работ. Так как это средства инфраструктурного бюджетного кредита финансирования, также осуществляется в графике. Отставаний нет. Главная задача развязки – разгрузить транспортные потоки. Интенсивность движения на участке – 25 тысяч автомобилей в сутки. А в перспективе поток вырастет до 60 тысяч машин. Будет осуществляться непрерывное движение, то есть оно нерегулируемое будет. В верхнем уровне – это по путепроводу, да, тоннелям. В нижнем уровне – и кольцо, оно в саморегулируемом кольцо – это в среднем уровне. То есть задержек транспортных средств не будет. Кстати, совсем скоро рабочие приступят к строительству первой и второй опоры металлического путепровода. И на этот период изменится схема движения на пересечении ленточного бора из Миногорского тракта. Дорогу придется сдвинуть. Соответственно, четыре полосы движения, которые сейчас есть по шоссе Ленточный Бор, они сдвинутся просто влево, отстанется также четыре полосы движения. Появятся временные светофоры. Добавим, что мега-развязку должны построить уже к концу следующего года. Ирина Корчогина, Алексей Фризин. День с толком. У Алтайского края появится новый герб и флаг. К рассмотрению и утверждению измененной региональной атрибутики приступят не ранее следующего года. Изначально предполагалось, что символику смогут переделать в юбилейном 2022-м. Планы по редизайну возникли год назад из-за проблем с Геральдическим советом при президенте РФ. По некоторым источникам из-за нарушений нынешняя атрибутика не была зарегистрирована. Художник уже завершил создание новой символики региона. После правок комиссия его одобрила. Теперь эскизам предстоит пройти общественное обсуждение. Вскоре такие же изменения могут ждать и гербы некоторых районов и городов Алтайского края, так как на них изображены предметы новейшего времени, а это нарушает геральдические каноны. На протяжении многих лет они стоят на страже лесного фонда и защищают зеленые богатства от огня. В это воскресенье лесники отметят свой профессиональный праздник. В этом году сотрудники лесных предприятий работали в засушливых районах края на пределе своих сил, но выдохнуть смогли лишь тогда, когда огненная стихия отступила. Валентина Аскерова встретилась с теми, кто каждый день защищает сосновый бор, рискуя своей жизнью. При тушении каждое дерево жалко. На машине краска подгорает, такая температура. А так вот даже если окно, допустим, открытое где-то, проезжаем, что руку на улице не высунешь. Обжигает, дышать тяжело. Сотни метров за несколько минут. Такова скорость распространения огня. Пожар в Михайловском районе вспыхнул 15 июля из-за сухой грозы. Штормовой ветер мгновенно распространил огонь. За семь часов он выжиг 12 километров. Желто-красное зарево полыхало стеной. Возгорание локализовали на следующий день. Еще шесть дней ушло на полную ликвидацию. С огнем боролись около 200 лесных пожарных со всего Алтайского края. Сложность была в большой силе ветра. Чтобы, не дай бог, не повторилась трагедия, как в соседней республике Казахстан, где погибло 14 человек. Поэтому в первую очередь выделялось, конечно, охране и безопасности труда. Были моменты, когда приходилось выводить людей из-под огня. Крупные лесные пожары регулярно происходят в засушливых районах края, в частности в Михайловском. А сосновые бары могут сгореть за считанные дни. Поэтому и нуждаются в постоянной защите. Так Евгений Сотников уже четвертый сезон тушит лесные пожары. Каждый год работает на пределе возможностей. Но этим летом особенно. Все годы были опасные и жаркие. Но вот этот был серьезный год. Вот в этом году здесь горело, в Егорьевском районе горело ездили, тоже тушили. Сильные пожары были. Сухо, дождей не было, влаги нет. Все горит. И горит очень сильно. Все переживают. Обычно выезжаешь, потом связь, телефон разрывается. Ну как, опасная работа? Ну работаем, кому-то же надо работать. Работаем. Тушат не сам огонь, а его периметр. Чтобы пламя не вспыхнуло с новой силой. И только после сам огонь. За много лет работы у лесников выработалась эффективная схема борьбы с пожарами. Язык пламени по зеленому массиву, он может нас догнать быстро. А мы стараемся окошко найти и заскочить, где уже все прогорело. И выбрать ситуацию, а опять выскакиваем и тушим. Мин полосы прокладывали. Потом пожарные автомобили отрабатывали водой. Ну и кто, как я, легковые на УАЗе контролировали это все. Взаимодействие. То есть заправка водой, заправка топливом. Направление рабочих сил на более опасные участки. Ну и контроль самого периметра, чтобы он повторно не вышел за кромку пожара. В прошлом году в Михайловском районе произошло 55 пожаров. В этом 19. По количеству меньше, по масштабу больше. Летний пожар превратил в пепел 2500 гектаров леса. Вот она стоит, большая сосна. Вот ей бы еще стоять, стоять. А жалко. Как только на мониторе виднеется дым, сотрудники лесного предприятия высчитывают место возгорания и отправляют в спецгруппу. Идет видеонаблюдение за лесным массивом по четырем камерам. Никаких возгораний не наблюдаем. Если что-то увидим, работаем. Переходим в автоматический режим, наводим камеру и рассматриваем. Уже в конце этой недели лесоводы отпразднуют свой профессиональный праздник. Лучших пожарных, водителей, диспетчеров удостоят высоких наград. В этот день, надеются лесники, обстановка в лесу будет благоприятной. И мне придется экстренно выезжать на пожар. Но если и поступит сигнал о возгорании, они не задумываясь помчатся спасать лес. Лес – это наше богатство. Корнями вразли в этот лес. И будем его до последнего держать, сохранять и выращивать. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Хрупкие и сильные, женственные и погруженные в работу. Из таких контрастов состоит выставка, посвященная русским женщинам. 30 работ знаменитых художников 18-20 веков привезли в Барнаул из Государственного русского музея. Последний раз коллекция из него была в художественном музее края в 2000-х годах. Чем так поразили портреты нашего корреспондента? Смотрите далее. Это про какую-то женскую энергию женщины, матери, дочери, которая созидательная, которая оберегающая. Речь о женщинах, героинь художников, тех самых красивых и невинных, а иногда и по-некрасовски сильных представительницах прекрасной части человечества. 30 произведений, написанных с 18 по 20 век, привезли в край прямиком из Государственного русского музея. И даже в самых разных экземплярах общая направленность. На протяжении всех веков, всех трех веков, стремление обрести свой голос, свою независимость, свое право на что-нибудь. Сначала на простые решения, потом на профессию, потому что очень тяжело и трудно художницам приходилось отстаивать свое право. Самый яркий пример – автопортрет Остромовой Лебедевой. Анна Петровна могла изобразить себя отдыхающей, но предпочла показать рабочие будни. Атмосфера сильной женщины прослеживается и в других картинах советского времени. В одном из залов представлены картины рабочего класса. То есть здесь переданы именно, поскольку портреты, то по большей части это эмоции. Если достаточно долго обращать внимание на картины, то эмоции читаются. То есть это интересно, особенно действительно на картинах, которые в реалистичном стиле нарисованы, то есть исполнены там, уже видно намного больше эмоций. А вот от имперских картин, нарисованных в стиле классицизма, веет закрепощенностью. Особенно интересно княгиня Мария Федоровна, ведь рядом с ее портретом висит картина, нарисованная самой императрицей. Мужской такой довольно брутальный портрет, портрет кучера. Мы подумаем, почему здесь кучер? А этого кучера написала сама императрица. А как написала? Мастерски, как настоящий художник. А почему? Потому что она получила прекрасное художественное образование. Ее учителем был замечательный русский художник Боголюбов. Закрались среди портретов и четверо мужчин. И на них вошли в выставку из-за того, что их авторы – женщины. Притом изображены все с глубоким уважением. На их фоне забавно выделяется синий портрет Бобы Михайлова. Интересный, как бы он такой примитивный портрет. Но он и выражает суть и название Бобы. Эта коллекция была предоставлена в честь 65-летия художественного музея Алтайского края. Продлится она до 5 ноября. Празднование юбилея продолжится до конца года. Следующую крупную выставку посвятят лучшим работам, поступившим в учреждение культуры за последние 5 лет. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Стать сценаристом, когда тебе даже еще нет 10 лет. Такая возможность теперь есть у школьников Алтайского края. В Барнауле проходит конкурс сценариев для детей. Сценарий победителя ляжет в основу короткометражного фильма, который покажут в кинотеатре. Подробнее в нашем следующем сюжете. Найти себя в кино, прикоснуться к киноцеху. У каждого из них есть такой шанс. Сегодня в лицее номер 3 проходит киноинтенсив для детей и молодежи «Как снять фильм». Этот проект реализует Центр общественных инициатив «Дорога добра» при грантовой поддержке «Движение первых». Эксперты встречаются со школьниками, рассказывают о том, как писать сценарий, как устроена киноиндустрия. А главное, у каждого школьника есть возможность самому написать сценарий, который ляжет в основу фильма. Участие в конкурсе предоставлено для всех детей Алтайского края, города Барнаула, даже Российской Федерации, в возрасте от 7 до 17 лет. Основной критерий – это именно возраст. Такие встречи мы планируем проводить и в других школах. Это сценарное мастерство, актерское мастерство и звукорежиссура. Вот сегодня было три мастер-класса, именно посвященные этим тематикам. Один из спикеров-преподавателей проекта – Павел Гудимов, выпускник в ГИКа. Недавно Павел вернулся в родной город, будет снимать кино в Сибири. Кстати, фильм сценариста, который победит в конкурсе, без зрителей точно не останется, пока спланируется в местных кинотеатрах. Идеи интересных много, но будем все-таки смотреть на актуальность, на то, чтобы идея входила в хронометраж фильма, это 12-25 минут. Так же, чтобы идею было не так сложно осуществить и не опасно осуществить, если там где-то у воды или на какой-то вершине горы. Ждем, скажем так, ту ключевую историю, яркую. Для молодых ребят, интересующихся кино, это послужит возможностью показать себя, развить имеющиеся уже у них знания и поучаствовать в большом проекте, возможно, в самом первом решающем проекте в их жизни. Работу можно отправлять до 15 октября. Все подробности юные сценаристы могут найти в соцсетях центра «Дорога добра». Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Сильнейшие грибцы из восьми стран мира начали борьбу за победу в Алтайской регате. Три призера Олимпийских игр, 17 чемпионов и призеров мира – это состав участников международных соревнований, которые на Барнаульском грибном канале пройдут в течение трех дней. С подробностями наши корреспонденты. Пока на грибном не так многолюдно, как на Кубке мира 21-го года. Но организаторы уверены, в субботу и воскресенье все изменится. Ведь в Барнаул приехали лучшие представители восьми стран. В этом году я стала чемпионкой Азии. Первое место заняла сразу четыре медали, четыре золота. И вот пришли теперь в Россию, показать себя тоже, сравнить наши результаты с Россией. А вы на чем? Я на каное в одиночке. 15 дней назад я в Германии был на чемпионах мира. И там я впервые в полуфинал попал. Там же все чемпионы мира и Европы были. Я там в полуфинале попал. Я очень рад. А у вас команда Таджикистана сколько человек? Двое пришли. А, вы вдвоем всего, да? Два мужики. Организаторы соревнований – собственно, те люди, чье имя носят нынешние старты в Барнауле в полном составе. Это братья Агеевы и олимпийские чемпионы Лондона, Юрий Постригай и Александр Дьяченко. Кстати, алтайская регата имеет статус Кубка мира. Когда стал выбор между несколькими регионами, мы все вместе, не сомневаясь, выбрали алтайский край Барнаул. Для нас, конечно, как, наверное, бриллиант или Сибири. Это очень нравится. И мы надеемся, что это станет классной традицией. И мы сможем, во-первых, развивать греблю здесь, сделать какую-то изюминку из этих кубков, привозить сюда лучших спортсменов планеты. У нас здесь присутствуют чемпионы России. И, если я не ошибаюсь, здесь и чемпионов мира. Так что состав очень боевой, как и российский, так и белорусский. Также Болгария. Ну, считаю, ребята приехали от чемпионата мира. И вполне такие настроены на борьбу. И будет очень интересно посмотреть. Потому что все же мы в некой изоляции, к сожалению. Но сейчас будет та возможность испытать напрочность друг друга. Помимо одиночных стартов на байдарках и каноэ, здесь будут соревноваться вейкбордисты. Будут старты миксов пара мужчина и женщина, причем из разных стран. Спортсмены поборются за победу и в эстафете, и на лодках-драконах. В общем, будет интересно. Гребля на драконах. 40 плюс команда, которую мы сегодня представляли не первый раз в городе Барнауле. Сегодня, к сожалению, не попали в финал, поскольку зарулили на соседнюю дорожку. Но Сергей Медведев тоже зарулил на Алтайне впервые. Они вместе с Эммой Гаджиевой, комментатором Алтайской регаты, признался, что ему по душе комментировать гладкую греблю. Сам раньше был байдарочником. Я люблю красивую борьбу. Я люблю вот эту зрелищность именно спринта. Ну и также, конечно же, с удовольствием люблю, когда дистанция может быть и длинная. То есть это может быть и тысячи метров. Но здесь смысл в том, что может быть красивая раскладка. Спортсмены же, они тактически также между собой соревнуются. То есть сильнейший спортсмен не тот, кто просто очень быстрый на спринте, если мы говорим 200 метров. А он может быть красиво разложить тысячу метров. И, скажем, отсидеться где-то сзади и на финише красиво выиграть. Это я очень люблю. Раз, два, три. Надо еще дубль. Тарелка разбита, соревнования открыты, но пока неофициально. Официальная часть завтра в 13 часов. Мы же помним, когда вот эти соревнования были два года назад. Трибуны, когда было тепло, 8 тысяч зрителей в день было. Мы рассчитываем, что и завтра, и послезавтра у нас будет тоже много зрителей. Мы так рассчитываем. Кстати, зрители смогут бесплатно доехать до Грибного канала от остановки площадь Октября по мере заполнения автобусов с табличкой «Грибной канал». Организаторы обещают не только эмоции от стартов. Будут и разного рода розыгрыши призов. Задумались уже и о будущем. В следующем году на Грибном обязательно будут международные старты такого же высокого уровня. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...